Здравствуйте, друзья! Сегодняшний выпуск инструментального ликбеза будет иметь смешанный характер, но в основном будет посвящен ручному столярному инструменту. Мы будем рассматривать как европейский, так и японский столярный инструмент. И в основном будем рассматривать рубанки. Также мы рассматриваем отдельно одну японскую пилу, японский молоток, японские сверла. Но начнем мы наш столярный ликбез с одного инструмента, о котором я вам не сказал. Это японская стамеска. Это подарок моего очень хорошего товарища и замечательного мастера Виктора Мещерякова. Виктор это мастер высочайшего уровня, который занимается японским столярным искусством. Я не побоюсь слова именно искусства, потому что слово ремесло здесь, ну, наверное, просто неуместно. Это японская стамеска шириной 30 мм, привезена она из Японии. Она очень хорошо заточена, я даже боюсь предположить, каким зерном здесь производилась заточка. Ну, я так думаю, что не менее 12 тысяч единиц. Стамеска имеет бритвенную заточку, угол заточки режущей кромки 30 градусов. Давайте сразу посмотрим, как она режет материал. Сказать, что стамеска острая, это ничего не сказать. Она режет дуб, как масло. И вот так выглядит стружечка. Благодаря идеальной заточке стамеска дает просто зеркальный рез. Ну, и толщина здесь где-то 4 десятки, наверное. И, соответственно, срез получается тоже глянцевый. Вот для примера срез, сделанный капексом. Он матовый. И теперь попробуем порезать ольху. Ольха, это довольно мягкий материал. И именно на мягком материале нужно проверять остроту стамесок. Потому что твердая древесина режется намного легче. Вот так выглядит ольховая стружка. В одном из ранних выпусков инструментальных ликбезов я рассказывал, как проверить остроту стамески. Нужно попробовать порезать твердую древесину и мягкую. И как бы это странно ни звучало, еще раз повторюсь, что твердая древесина всегда режется намного проще и намного лучше. А вот что касается мягкой древесины, если стамеска плохо заточена, она не подрезает волокна. Она сминает материал, потом его уплотняет и только тогда начинает резать. В результате на срезе мы можем наблюдать небольшие микротрещины. Которые перпендикулярны направлению реза. Здесь очень сильно влияет угол заточки режущей кромки. Например, угол заточки 25 градусов предназначен для обработки мягкой древесины. Лезвие лучше вырезается и не успевает смять волокна. Однако эти стамески довольно плохо работают по твердым породам. Потому что режущая кромка не имеет должной стойкости. А вот угол заточки 30 градусов лучше подходит для обработки твердых пород. А на мягких уже работает чуть-чуть похуже. Что касается японских стамесок в целом. Чаще всего металл имеет слоистую структуру. Так называемая ламинированная сталь. Нижняя часть, где мы выводим плоскости, которая сходится с режущей кромкой. Делается из более твердой стали. А вот верхняя часть из более мягкой. Нижний слой обычно очень тонкий. И поэтому в большинстве случаев японскими стамесками нельзя отколоть стружки. Режущая кромка очень тонкая и очень хрупкая. И она может сколоться. Также нежелательно работать японскими стамесками с ударом. То есть бить по ним киянкой. Есть конечно и стамески, которые предназначены для работы с ударом. Это более толстые стамески. Но все-таки лучше этого избегать. Плоскости японских стамесок имеют вогнутость на плоскости. Это нужно для того, чтобы проще было точить. Здесь сталь очень твердая. И точить всю плоскость очень сложно. Благодаря тому, что здесь есть выемка, точить приходится только режущую кромку и чуть-чуть боковины. Времени тратится на это гораздо меньше, потому что площадь соприкосновения с камнем тоже меньше. Японские стамески точатся исключительно на водных камнях, очень мелкой зернистости. И вот эта выемка также еще действует, как своеобразная присоска. Она немножко вытягивает воду из камня. И здесь образуется водяная прослойка. Благодаря вот этой водяной прослойке и малой площади контакта, при заточке эти стамески не залипают на камни, в отличие от европейских. Еще надо отметить такой момент. Казалось бы, при работе выемка должна нам мешать и вносить погрешность. На самом деле этого не происходит, потому что периметр и режущая кромка лежат в одной плоскости. Фактически выемка в работе не участвует, и поэтому погрешности она не создает. Кстати говоря, вы можете взять абсолютно любую европейскую стамеску и тоже сделать выемку для того, чтобы проще было сточить эту стамеску. Но выемка должна иметь полукруг как поперек, так и вдоль. Продольная вогнутость, естественно, имеет гораздо больше радиус, чем поперечная. Это нужно для того, чтобы вот эта выемка рано или поздно не вышла на режущую кромку, чтобы здесь всегда сохранялась рабочая плоскость. Что еще сказать по японским стамескам? Конечно же, рассматривать будем на этом примере, потому что видов стамесок огромное количество. Прежде всего, японские стамески имеют малую длину рабочей части. Это обусловлено скудностью природных ресурсов, поэтому японцы стараются минимизировать самый дорогостоящий материал. Ручка у японских стамесок чаще всего очень длинная для того, чтобы можно было сохранить общую длину. Однако, если сравнить длину японской стамески и европейской, видите, какая большая разница. Длинная ручка нужна не просто так. Чем длиннее ручка, тем легче и проще направлять стамеску. Вы можете более точно выдерживать угол, под которым режете древесину. На японские стамески я смотрю уже довольно давно, но не решаюсь их покупать. Но теперь попробовал и проникся. Однозначно, покупать такие стамески буду. Следующий участник нашей программы – это нашумевший японский молоток. Мы с Андреем Шайтером сняли шуточное видео, правда, не все его восприняли адекватно. Ну да ладно. Чем же отличается японский молоток от европейского? Да практически ничем. Это тот же самый инструмент. За ним только исключение. Вес этого молотка составляет 375 грамм. У меня, к сожалению, нет равноценного европейского молотка. Ну, просто покажу. Классический европейский молоток, либо вот такой конструкции, либо в виде прямоугольного бруска. В европейском молотке имеется баёк, чаще всего он круглый. И имеется узкая часть для того, чтобы добивать гвозди. Японцы гвозди не забивают. У них вообще такого понятия, как гвозди, наверное, и не существует. Этот молоток можно отчасти назвать столярным. Японцы этим молотком и пристукивают шипы, для того, чтобы легче было их вставлять. Потом шип раздаётся и заполняет всё пространство. Также этим молотком подстукивают железки рубанков, производят настройку. То есть это просто универсальный молоток. С виду японский молоток имеет два одинаковых байка. Но один из них плоский, а другой слегка выпуклый. Но особенность в том, что у европейских молотков часть, которая насажена на ручку, широкая, а баёк всегда узкий. А здесь сделано наоборот. И я вам скажу, что вот эта вот незначительная разница имеет очень большой эффект. Этим молотком не промахнёшься и удар легче контролировать. В принципе, на этом все преимущества его, наверное, и заканчиваются. Конкретно за этот молоток не могу сказать. Он довольно дешёвый, стоит всего 1000 рублей. Вот эта болваночка. Этот молоток тоже приехал из Японии. А вот дорогие модели, они сделаны тоже двухслойными, как и стамески. Снаружи у них более твёрдая сталь, внутри более мягкая. Опять же, из-за экономии природных ресурсов. Хотя и этот дешёвый молоток себя показал тоже с очень хорошей стороны. Я 4 дня стучал по чеканам, делал медную вазу. И на бойках практически нет никаких мятин. Есть еле заметные следы, но всё-таки бойки очень хорошие. Сталь очень твёрдая. Просто для сравнения покажу один специфический молоток. Я его делал специально к одному из мастер-классов, для того, чтобы чеканить медь. Вот этот боёк имеет высокую прочность. Но, несмотря на то, что стучал я им исключительно только по меди, мне пришлось его три раза перешлифовывать. То есть сталь всё равно, хоть и твёрдая, но твёрдости её не хватает. А вот этот молоток работал только по стали, и следов на нём не осталось. Следующий инструмент, который я вам покажу, вряд ли найдёт применение в столярном деле. Это, по большей мере, плотницкий инструмент. Это японская пила. Пила огромная. Хотя понятие плотницкий инструмент здесь тоже довольно растяжимо. Многие японские плотники дадут фору нашим столярам. Тем не менее, эта пила предназначена для поперечного чернового распила. Вообще, когда я просил товарища привезти мне эту пилу, я надеялся, что она будет для продольного реза. Но, какая приехала, такая приехала. Взял я её, честно скажу, просто из жадности, для того, чтобы она была. А вдруг когда-нибудь пригодится. Эта пила фирменная, на ней имеются иероглифы. Это личное клеймо мастера. Зубья здесь очень крупные, и эта пила пилит как поперёк, так же и по диагонали. Я сейчас очень коротенько покажу, как она работает, и мы отложим её в сторону. Японцы работают в основном с мягкой древесиной, поэтому покажу на сосновой доске толщиной 40 мм. Рез, конечно, получается очень грубый, но это только потому, что пилу я не затачивал. Вот какая она пришла, такую я пилю. На этих зубьях сделана только черновая заточка, и, естественно, их нужно дополнительно подтачивать. Эта пила, как и многие фирменные японские пилы, имеют разную толщину полотна. У основания возле хвостовика толщина составляет 1 мм, в передней части толщина составляет 0,8 мм. И в передней части обушок имеет ещё меньшую толщину, это 0,5 мм. То есть она постепенно сходится на клин. Вот обушок возле рукоятки, и вот такой вот в передней части. В общем, эту пилу я, конечно же, взял от жадности, чисто для коллекции, для того, чтобы она была, потому что она относительно недорогая. Для такой пилы 3000, это, я считаю, не очень дорого. После чистовой заточки, естественно, она будет резать намного лучше, рез будет уже более-менее чистый, но благо, что здесь зуб очень крупный, точить будет просто. Теперь отложим эту игрушку в сторону, и перейдём к рассмотрению европейского инструмента, а именно европейских рубанков. Сегодня я покажу вам специфические рубанки. Всевозможные стандартные, типа вот этой четвёрочки, мы рассматривать не будем, о них я уже не раз рассказывал. Единственное, что покажу, вот эти вот два рубанка, это советские, очень-очень старые, я не помню, что это за инструментальный завод, даже цена написана, 1 рубль 80 копеек. Это два дюралевых рубанка, которые продавались комплектом, это ещё рубанки из моего детства. Вот этими самыми рубанками я ещё в школьные годы, когда мне было, наверное, лет 12, я, можно сказать, занимался столяркой, по крайней мере пытался. Сейчас я, конечно же, им пользуюсь очень редко, потому что дюралевая подошва очень сильно царапается. Вот на ней видно следы работы. И то же самое на втором рубанке, но второй рубанок вообще не используется, у меня даже железка заржавела. В основном я, конечно, использую их только для снятия фасов, где-то не очень ответственных местах, потому что подошва, мало того, что царапается, она заведомо неровная, она ещё очень сильно пачкает поверхность. На сосне это проявляется в меньшей степени, но поскольку я, в основном, работаю с дубом, на дубе этот рубанок оставляет чёрные полосы. Прежде всего нужно сказать, что рубанки, конечно же, бывают разные, и они нужны для получения разного качества поверхностей. И поверхность бывает ровная, а бывает гладкая. И это не одно и то же, это совершенно разные понятия. Гладкую поверхность мы получаем при помощи обычных рубанков, например, при помощи четвёрки. Гладкой является поверхность, которая не имеет больших перепадов. Но эта поверхность не является ровной. Вот этим рубанком выгладить поверхность под склейку на гладкую фугу невозможно, потому что в любом случае будут лёгкие волны. В большинстве случаев на малых изделиях нам достаточно ровные поверхности. Но если предстоит склейка или предстоит изготовление большой поверхности, то поверхность должна быть ровная. И ровную поверхность можно получить только рубанками с длинными подошвами. Это ручные фуганки. Вот один из ручных фуганков. Это фуганок номер 7. Этот фуганок китайского производства, но очень неплохого качества. И второй фуганок, который я вам покажу, это фуганок еще больше. Это фуганок восьмёрка. Это очень старый рубанок американского производства. Лейксайт. Правда, к сожалению, железка на нём не родная. Просто для сравнения покажу. В них есть некоторая разница. Во-первых, разница по ширине. Во-вторых, разница по длине. Вот такие рубанки с длинной подошвой позволяют создать базу. Работать этим рубанком очень сложно, потому что у него очень широкое лезвие. Предполагаю, что многие сейчас зададут вопрос, для чего вообще нужны ручные фуганки, когда сейчас есть очень много способов выравнивания поверхности. Электрические фуганки, например, выравнивание плоскости фрезером. Да, это все очень хорошие способы, но эти способы не идеальны. Поверхность из-под электрического фуганка является ровной, но она не является гладкой. На ней обязательно присутствуют микроволны, которые нужно убирать. Чаще всего на это закрывают глаза, иногда просто уменьшают скорость подачи и получают более-менее ровную и гладкую поверхность. Но в любом случае, такую склейку хоть немножко, но будет заметно, то есть клеевой шов все равно бросается в глаза. При обработке ручными рубанками клеевой шов получается очень тонким и склейку можно опознать только по разности текстуры древесины. Работу фуганка я покажу чуть-чуть позже, а сейчас еще один очень важный и очень полезный инструмент. Это рубанок, который называется шерхебель. У меня их два. Вот этот шерхебель, это опять же ровесник тем самым алюминиевым рубанкам, которыми я пользовался еще в школьные годы. Этот рубанок имеет очень хороший съем, но он нужен для черновой обработки древесины. В те времена, когда я учился в школе, естественно, я жил в квартире и ни о каких станках не могло быть и речи. Все полностью, абсолютно я делал вручную. И этот рубанок мне очень сильно помогал. Я не знаю, какого года производства этот рубанок, но в использовании он у меня уже около 30 лет. Шерхебель представляет собой обычный рубанок, чаще всего это рубанок узкий, у которого плоская подошва и полукруглое лезвие. Сейчас я сниму и покажу поближе. Здесь нет никаких микрорегулировок, все просто как мычание. Вот такое лезвие. Многие недооценивают значение шерхебеля, но он имеет очень много плюсов. Во-первых, он позволяет работать очень легко, к нему практически не нужно прилагать никакой нагрузки. Во-вторых, он имеет очень большой съем и позволяет очень быстро выровнять детали. Если провести небольшое сравнение с электрическим фуганком, да, фуганок, конечно же, выигрывает по скорости и по качеству обработки поверхности перед шерхебелем. Но как же быть, если приходится обрабатывать широкую деталь, которая намного шире, чем ширина столов фуганка. В этом случае фуганок абсолютно вам ничей не поможет. А вот шерхебель будет как раз в самый раз. Второй шерхебель у меня появился совсем недавно. Это подарок моего хорошего товарища Владимира Боханова. Владимир профессионально занимается строительством и к столярному делу отношений практически не имеет. Он нашел у себя этот рубанок и решил, что он будет мне гораздо нужнее. Это тоже сестрорецкий рубанок, то есть рубанок Восковского завода. Он прямо в упаковке, вот как есть. К нему также есть инструкция. Инструкция и на русском, и на английском языках. И вот так выглядит этот шерхебель. Эти шерхебели практически одинаковые, чуть-чуть отличаются формой подошвы. Ширина лезвия у них примерно одинаковая, только немножко разное литье. Я пользуюсь обоими шерхебелями, вы наверное сейчас спросите, а зачем же их два? Это не от жадности, просто у этих шерхебелей разная кривизна заточки режущей кромки. Вот здесь более пологая заточка, вот здесь более крутая. То есть съем у этих рубанков чуть-чуть отличается. А сейчас переходим к практике. Я покажу в работе один шерхебель из двух, и вот этот вот фуганок восьмерочку. К сожалению, подходящие длинные кривой доски я не нашел, но покажу вот на таком широком обрезке. Такой обрезок невозможно обработать на фуганке, возможно только ручным фрезером при работе в салазках. И еще одно замечание по поводу фрезера. Вполне можно работать в салазках и выгонять плоскость, например, прямой пазовой фрезой или специализированными фрезами. Но здесь есть свои подводные камни. При фрезеровании мы двигаем фрезер поперек волокон, потом вышлифовываем и покрываем, например, лаком. И через некоторое время под лаком начинают проступать полосы. Когда мы шлифуем поверхность, мы не видим качества шлифовки. Нам кажется, что все идеально. На самом деле, при работе особенно прямыми пазовыми фрезами, поверхность нарушается, волокна чуть-чуть загибаются. Эти полосы проявляются именно когда волокна начинают пропитываться лаком. И эти перепады особенно заметны. И когда мы начинаем вращать деталь за счет различного блеска волокон, мы очень хорошо видим эти переходы. Думаю, не нужно говорить, что при работе ручными рубанками такого эффекта не наблюдается. Доска у меня проблематичная. Во-первых, она очень неровная, но совершенно кривая из-под бензопилы. И во-вторых, это развилка. Давайте приступим к практике. Обработаем сначала шархебелем. Гораздо лучше было бы, конечно, все это показывать на длинной доске. Потому что такую маленькую доску, в принципе, и четверкой можно хорошо выгладить. Но все-таки, если речь заходит о длинных деталях, там, кроме фуганка, вам никакой инструмент не поможет. Деталь у меня кривая во всех направлениях. Проверяем, чтобы она не качалась. Она у меня зажата хорошо. Но здесь вот есть щель. Я сюда подсуну небольшую щепочку. Так деталь будет удерживаться надежнее. Теперь берем шархебель. Нужно выставить величину съема. Здесь величина съема выставляется не так, как на обычных рубанках. Лезвие здесь должно выходить довольно сильно. В зависимости от свойств древесины. Например, от полмиллиметра до миллиметра. В процессе простружки, по мере того, как плоскость выравнивается, вылет ножа можно уменьшить. Сначала уберу ступеньку. Шархебелем работают поперек волокон, под некоторым углом. 45-60 градусов. Сначала простругивают в одну сторону, потом в другую. После того, как я сделал несколько проходов в одном направлении, меняем направление. Либо в одну, либо в другую, в зависимости от направления волокон. Шархебель дает довольно ровный съем в продольном направлении. Но если смотреть поперек проходов, то, естественно, у нас получаются волны. В результате у нас поверхность получается волнистая, но эти волны находятся примерно на одинаковой высоте. Когда мы меняем направление строгания, мы получаем, естественно, более ровную плоскость. Думаю, вы заметили, что первые проходы были участками. А сейчас, после того, как я прострогал в одном направлении и вновь вернулся к этому, проход начинается от начала и заканчивается в конце. То есть, я приближаюсь к плоскости. Древесина проблематичная, поэтому сейчас уже можно уменьшить величину съема. Съем очень грубый и вот так выглядит стружка. Это в буквальном смысле щепки. С шархебелем, как и обычным рубанком, не обязательно работать прямолинейно. Можно работать тоже под некоторым углом. Мы получаем более пологий угол резания и резать, во-первых, проще, во-вторых, меньше сколов. Шархебель имеет очень простую конструкцию. Плоская подошва, выпуклое лезвие. В принципе, такое лезвие можно поставить абсолютно на любой рубанок. Что касается дорогих рубанков, например, веритас, то на них выпускаются штатные лезвия и другой конфигурации с другими углами заточкой, в том числе и лезвие шархебель с выпуклой режущей кромкой. Вот примерно за 5-7 минут я получил плоскость. Плоскость получена, можно приложить фуганок и проверить. Конечно же, поверхность полниста и сейчас мы её будем выравнивать. Фуганком работа производится точно так же. Сначала одна диагональ, потом другая диагональ. На свелеватой древесине лучше всего использовать лезвие-цинубель. Для лезвия-цинубеля, о котором я рассказывал в предыдущих выпусках, совершенно не важно, в какую сторону и как расположены направлены волокна. Оно в любом случае выглаживает плоскость и абсолютно не даёт сколов. Но цинубелем это делается намного быстрее. Посмотрим на плоскость, которая у нас получилась. Чтобы не быть голословным, покажу, как работает цинубель ещё раз. Вот та самая зубастая лезвие. Вот такая режущая кромка. Поверхность получается ребристая. А выгладить проблематичную древесину можно просто при помощи цикли. Или отшлифовать. Но цикли мне нравятся больше. Я не буду выглаживать всю плоскость, просто покажу результат. Шерхебели и фуганки мы рассмотрели. Сложного абсолютно ничего нет. Единственный минус приходится работать руками. То есть работа не для слабаков. А теперь рассмотрим ещё один очень специфический рубанок. Это рубанок горбач. Не сказал бы, что он очень нужен в столярной мастерской, но раньше мастерам без него было действительно тяжко. Рубанки горбачи позволяют строгать вогнутые, либо выпуклые поверхности. Это касается деревянных рубанков. Бывают рубанки горбачи для строгания вогнутых поверхностей, бывают для выпуклых. И причём под каждый радиус нужен свой рубанок горбач, либо его нужно как-то адаптировать при помощи каких-либо подкладок. С металлическими рубанками всё намного проще. Они сразу могут принимать форму как вогнутой, так и выпуклой поверхности, причём разного радиуса кривизны. Вот у меня есть такой рубанок горбач. Это подарок одного из моих подписчиков. Он очень-очень старый, ему требуется ремонт, но всё-таки он сейчас работает. Он позволяет строгать как вогнутые поверхности, кривизну подошвы мы можем регулировать, так же и выпуклые. Крутим в обратную сторону. Подошва сделана из пружинной стали. В середине она закреплена заклёпками. И натягивается она при помощи двух коромысел, двух рычагов. Рычаги натягивают края подошвы. И сами рычаги связаны через оси двумя зубчатыми секторами. Как и в любом классическом рубанке, здесь есть регулировка вылета ножа и регулировка наклона лезвия. Вот этот винт имеет левую резьбу и он внутри полый. Внутри него нарезана правая резьба, уже с большим шагом. Например, когда мы вращаем винт против часовой стрелки, он закручивается в чугунное основание, но при этом из него выкручивается вот этот вот шток. За счёт вкручивания одной резьбы и выкручивания другой, мы получаем очень большой шаг регулировки. Но при этом регулировка осуществляется довольно точно. Также можно отрегулировать плотность поджатия. Если выпрямить подошву, то в принципе этим рубанком можно строгать, как и обычной четвёркой, за одним только исключением. Обратите внимание на угол наклона лезвия. Он составляет 55 градусов. Этот рубанок будет отлично работать по твёрдым породам. И прежде всего это обусловлено тем, что при строгании криволинейных поверхностей, чаще всего мы работаем под углом к волокнам. То есть резь осуществляется не вдоль волокон, это наблюдается только в частном случае, в начале строгания, в самом низу впадины или на самой вершине. А по большей части он работает под углом к волокнам. Сейчас очень большое распространение получили фрезеры, и естественно этот инструмент остался не у дел. Но всё-таки ему можно найти применение. Как можно поработать для души, так же применить его действительно в полезных делах. Прелесть такого рубанка в том, что можно оперативно подгонять конфигурацию деталей. Если вы работаете фрезером по шаблону, то вам нужно каждый раз переделывать шаблон. Подтачивать его в одном месте, в другом, потом устанавливать на место. Установить шаблон на то же самое место бывает довольно сложно. И всё равно получаются ступеньки, потом приходится ещё дополнительно шлифовать. То есть всё это тоже не очень удобно. Это быстрее, это проще, но неудобно. В частности, если вы делаете какое-то авторское изделие, конечно вы делаете какой-то чертёж, но этот чертёж по большей части является наброском. По факту готовое изделие очень редко точности соответствует чертежу. Потому что в процессе сборки вы видите какие-то нюансы, недочёты и начинаете их оперативно по месту исправлять. Вот тут и понадобится вот такой рубанок. Я не хочу сказать, что он нужен всем и каждому, просто это очень интересный специфический инструмент, который, во-первых, может украсить вашу мастерскую, ну и так для души им тоже приятно поработать. Этот рубанок, конечно же, требует некоторого ремонта, но всё-таки он строгает. И сейчас я покажу, как он работает. У меня есть вот такой жертвенный кусок ольхи, и я на скорую руку отпилил его на ленточной пиле. Вот здесь кривизна чуть побольше, вот здесь вот изгиб поположе. И теперь давайте прострогаем его. Ольха это слишком мягкий материал для такого рубанка, он будет давать некоторые задиры, но всё-таки что-нибудь у нас получится. Сначала я прострогаю вот эту часть, где изгиб побольше, я сделаю его более пологим, а потом перейду на обратную часть. И просто для сравнения сейчас покажу, что будет, если строгать прямым рубанком, обычной четвёркой. Во-первых, при строгании нам нужно будет рубанок поворачивать. Строгать рубанком с плоской подошвой не получится, потому что рубанок будет опрокидываться и выхватывать материал, где попало. В принципе, конечно, работать можно, но всё равно здесь получаются мелкие рытвины. Сначала изгиб я делаю чуть-чуть побольше, чем нужно. А потом уменьшаю, пока рубанок начнёт цеплять материал. Крежбинный брус. Крежьми нахильм. Крежьми нахильми нахильм. Молит крючком нахильм. Крежьми нахильм. Чёрно. И вот у нас получился очень ровный изгиб по всей длине. Правда, есть один нюанс при работе с этим рубанком. Кривизна подошвы не везде одинаковая. Например, здесь изгиб маленький, и вот здесь маленький. Здесь побольше. Соответственно, не вся подошва прилегает к материалу. Об этом можно судить по потертостям. Вот здесь контакт, вот здесь и вот здесь. Когда мы приближаемся к итоговой форме, всё меньше точек касания получается на подошве. И подошва начинает зависеть от сил нажатия. Видите, что между материалом и подошвой есть зазор. И чем сильнее мы надавливаем, тем плотнее подошва прилегает. То есть от усилия нажатия зависит и итог работы. Инструмент довольно своеобразный и поначалу довольно тяжёлый в работе. Ну, если к нему привыкнуть, в принципе, работать вполне можно. Ещё один небольшой минус. Здесь очень тесное пространство. Угол острый, и вот здесь впереди стенка. Здесь выброс стружки происходит не очень хорошо. Приходится иногда выгребать пальцем. Ну, а так, в основном, просто хотел познакомить вас с таким инструментом. И последнее, что мы сегодня рассмотрим, это японское сверло и пробочник. Они продаются комплектом. Наверное, где-то можно купить и по отдельности. Я брал сразу комплект. Долго на них смотрел, потому что ценник, по-моему, если мне память не изменяет, 1400 вот за сверло и пробочник в комплекте. Покупал я этот комплект 11 месяцев назад, когда в прошлом году был на Метексе. Покупал, естественно, в магазине рубанков.нет. И давайте мы протестируем эти сверла. Собственно говоря, я бы и не решился отдать такие деньги, если бы сам лично не попробовал их в работе. Сначала я коротенько расскажу, в чем его особенности, а потом покажу его в деле. И для того, чтобы демонстрировать не просто так сверлить, а бы какие деревяшки, я займусь ремонтом одного изделия. Знакомая с бывшей работой попросила отремонтировать дедушке тросточку. Тросточка из Индии, с какой-то ценной породой древесины, я уже не помню. В общем, тросточка упала, ручка отломилась. Естественно, тут рез поперек волокон. Вот ремонт и будет заключаться в том, чтобы сделать здесь отверстие, закрутить саморезом, естественно, все это будет сажаться на клее, а потом закроем все это дело пробкой. Начнем со сверла. Я уже изрядно им поработал, поэтому оно немножко грязненькое. В чем прелесть этого сверла? Во-первых, сверло коническое. Я прямо влюбился в конические сверла, потому что они не делают задиров на поверхности древесины, врезаются без отщепления волокон. Сверла эти однозаходные, фактически они представляют собой фрезу. У этого сверла очень остро заточенная кромка, и оно работает действительно как фреза. Оно подрезает материал по периметру и постепенно заглубляется. А за счет того, что канавка постепенно расширяется, осуществляется очень хороший вынос стружки. Сталь здесь очень хорошая и инструментальная. Заходное острие имеет форму конуса, но срезано пополам. Благодаря этому также уменьшается вероятность скола волокон на поверхности. Также на это сверло сразу установлен зенкер. В комплекте есть маленький шестигранный ключик, и здесь соответственно винт под внутренний шестигранник. Откручиваем винт, и теперь сверло можно извлечь. Сверло также можно немножко порегулировать, если отверстие нужно немножко глубже, но в принципе этого практически не приходится делать. Достаточно того, чтобы сверло просто было установлено на место. Сам зенкер имеет сложную форму режущей кромки. Вот здесь в начале у основания сверла отрицательный угол, то есть подрезка осуществляется изнутри наружу, а вот здесь вот положительный. Подрезка осуществляется снаружи вовнутрь. Благодаря положительному углу заточки наружной кромки у нас получается очень чистый край. Это я вам сейчас покажу. На зенкере также имеется проточка для выноса стружки. Теперь пробочник. У него есть кольцевая режущая кромка, и есть режущий зуб. Кольцевая кромка чуть-чуть выше, чем вершина режущего зуба. Режущий зуб имеет также положительный угол атаки. Он тоже подрезает снаружи вовнутрь. Положительный угол заточки не то чтобы является ключевым моментом, но в этом случае при такой заточке рез получается мягче. Пробочник не бросает в сторону. Работает пробочник очень просто. Сначала в контакт с материалом вступает кольцевая кромка. Поскольку вся кромка по кольцу имеет одну и ту же высоту, этот зенкер не выбрасывает в сторону. После того, как пробочник слегка заглубился, вступает в работу и подрезающий зуб. И выбрасывает стружку. Как сверло, так и пробочник имеет шестигранный хвостовик, поэтому их можно вставить в шпиндель шуруповерта со съемным патроном. Этот вариант мне не очень нравится, потому что есть небольшой люфт, и самое главное, нет надежной фиксации. Другими словами, засверливаться проблем нет, а вот когда мы будем извлекать, шуруповерт просто соскочит с хвостовика. Центровка здесь просто идеальная. Сначала покажу работу зенкера и пробочника на жертвенном куске. Нажим здесь абсолютно не требуется. Обратите внимание, что отверстие получается идеально чистым. Вот так выглядит отверстие внутри. Я действительно просто влюбился в конические сверла, потому что очень хороший вынос стружки. Если использовать обычное сверло, то получаются разорванные волокна по периметру, и сверло начинает убегать. Точного отверстия мы не получим. Это сверло имеет очень острый кончик, и поэтому оно не смещается при засверливании. Если же здесь использовать обычное сверло по дереву, то это тоже не лучший вариант, потому что обычные сверла имеют плохой вынос стружки. Еще пару отверстий. А теперь пробочник. Четыре отверстия и четыре пробки. Вот такой результат. Пробки видно только по отличающейся текстуре. Но если и текстуру подобрать, то пробки вообще не будет видно. А теперь отремонтируем дедушкину тросточку. Еще один важный момент. При сверлении в торце древесины можно использовать только сверло по металлу. Сверло по дереву использовать нельзя. Оно не будет центроваться и будет убегать в сторону. Отверстие просто разобьет. Такую же древесину я вряд ли найду, поэтому поставлю пробку контрастную. Возьму материал сапели. Итак, друзья, на этом наше видео закончено. Получилось немножко затянуто, но я надеюсь, что оно было для вас полезным. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Не забывайте ставить оценки, подписываться на канал и делиться этим видео в соцсетях. До новых встреч.